Новости на Дону 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 Поинтересовался, за что был получен первый орден Отечественной войны. За смерть немецкого «Фаустпатронщика», как называли артиллеристов, использующих противотанковый гранатомет одноразового действия, рассказал ветеран Великой Отечественной Владимир Лаврентьев. Я старший группы разведки был. Гудик, вон, по-моему, кто-то замаскированный. Ну, думаю, они далеко от нас, немцы же находятся, думаю, стрелять нельзя. Я, значит, все, то же самое, облачился, подполз, боевой нож, у нас же боевые ножи, я его пригорел. И мы предотвратили минимум три танка, он один, паразит, мог бы это уничтожить. Второй орден за разминирование моста при освобождении Вены. А недавно семья узнала, что у Владимира Лаврентьева 9 благодарностей от главнокомандующего Сталина. Хотел бы вам вручить ее, сказать вам спасибо за ваши подвиги. Спасибо, миленький. За то, что вы, на самом деле, остаетесь примером отношения к делу, примером защитника нашего Отечества. Спасибо, миленький. Ну, а то, что вы продолжаете работать, общаться со школьниками, мальчишками и девчонками, это дорогого стоит. Губернатор вручил большой семье ветерана чайный сервиз. У него два внука и четыре правнука. Более пяти тысяч жителей Новочеркасска посетили военный парад, посвященный победе в Великой Отечественной. Он прошел уже в третий раз. На почетных местах под навесами разместились ветераны. После парадных расчетов по проспекту Платовскому прошла механизированная колонна, возглавил которую символ Великой Победы легендарный танк Т-34. Также по улицам города проехали зенитные ракетные системы, танки, БТР и бронеавтомобили. Этот город стал одним из десяти в Южном и Северокавказском федеральных округах и вторым на Дону, где состоялся военный парад. Памятный знак «Город воинской доблести» открыли в Миллерове. Почетного звания город удостоился в апреле прошлого года в связи с указом губернатора области Василия Голубева. Торжество приурочили к 74-й к давщине Победы. Шестиметровая стела, исполненная в границе, установлена на улице Артиллерийской, рядом с памятником погибшим танкистам. Знак увековечивает память воинов, проявивших мужество и героизм, сложивших головы при защите Отечества. На фасаде стелы барельефное изображение Ордена Святого Георгия Победоносца. На информационной доске – сведения об исторических событиях 1918 года и периода 1942-1943 годов. В торжественной церемонии принял участие замгубернатора Михаил Корнеев. Открытие почетного знака сопровождали залпы оружейного салюта. Под ножью стелы была возложена гирлянда славы, цветы и венки. Четвертый этап военно-патриотического автовиломарша «Спасибо за победу! Ваш подвиг в наших сердцах!» Знамя Победы в надежных руках, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной, завершился в Ростове. После торжественных мероприятий участники автовиломарша отправились в сторону Таганрога к мемориальному комплексу «Самбекские высоты» для возложения цветов. Напомню, старт автовиломарша состоялся 18 апреля в Таганроге. Маршрут проходил по территории 26 муниципальных образований области, а также Ставропольскому краю и Республике Калмыкии. Продолжительность акции составила 21 день, а ее протяженность – более 4,5 тысяч километров. Музыкальные флешмобы на главных авто- и ЖД-вокзалах устроили донские кадеты. Такое мероприятие провели в честь Дня Победы, рассказал директор Департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений области Сергей Бодряков. Правительство Ростовской области, губернатор Ростовского края, выделяя особое внимание военно-падрическому воспитанию нашего подрастающего поколения. Для нас это очень важно, чтобы подрастающее поколение, наши дети, знали и помнили нашу историю. Знали и помнили великих людей, благодаря которым мы живы, благодаря которым мы живем, работаем. Во флешмобе приняли участие более сотни казаков, и каждое выступление завершала самая известная песня о Победе. Это были новости на ФМ на Дону, телефон редакции 200 ровно 0849. С вами была Инна Билан. Еще больше новостей читайте на сайте don24.ru. И о погоде. Категория 12+. По информации Гидромедцентра, ночью в Ростове ожидается дождь. Температура воздуха 10 градусов тепла. Ветер преимущественно восточный, до 3 метров в секунду. Утром в Ростове ожидается малооблачная погода. Температура воздуха 12 градусов тепла. Ветер восточный, 2 метра в секунду. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова